И мы снова попадаем в прошлое. В прошлой серии Тенгу вручил нам книгу с тайнами стиля Асина. Немного позже я покажу, как он работает и в чем его прелесть. Бамбуковая роща. И похоже к нам приближается патруль. И эта роща на самом деле очень густо населена. И давайте не пойдем в лоб, а немного обойдем слева. Отсюда можно увидеть мост, который ведет в поместье Херата. И отсюда можно увидеть, что этот мост охраняется здоровяком с огромной дубиной. Также здесь можно искупаться, но я пока воздержусь. Врубаем еще двух бандитов. И если присмотреться, здесь наверху стоят еще как минимум двое, и один стоит на лестнице с факелом. И здесь нам снова пригодится леденец Гатина. Незаменимая вещь для стелса. Особенно учитывая, какие здесь тупые противники. Вырубаем одного. Второго. И похоже этим ребятам вообще похрену, что здесь происходит. Единственное, на что они, наверное, отреагируют, это когда я вырублю этого парня с факелом. Куда побежал? Куда побежал? Очень сцикливый лучник. И давайте здесь еще немного осмотримся. Здесь наверху можно запрыгнуть и забрать тот самый предмет. Это всего лишь порошок огнестойкости. Его мы как раз и видели с другой стороны этой бамбуковой рощи. Туда можно проплыть и попасть в очень интересное место. К той самой трехэтажной багоде, про которую говорил Анияма. Но... Там не совсем безопасно. И... Я туда, конечно же, схожу, но... Попозже. И здесь, блин, противное место. Двое парней с щитами и это здоровяк. Можно, конечно, на них вообще забить и пробежать вперед. Но мы же хотим заработать немножко опыта. Тем более этот здоровяк очень медленный и неповоротливый. И используют приемы из бейсбола. Да уж, парирование и блоки в этой игре очень имбовые. Вроде кажется, что такая дубина должна в любом случае пробивать блок. Но нет, не пробивает. Но это всё! И, безусловно, не пробивает. Но не стремится бейсбола. Ключ от потайного храма Ключ от потайного храма Ключ от потайного храма Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Скоро мы об этом узнаем. И судя по всему, это и есть кладбище. И здесь на самом деле намного больше бандитов, чем кажется на первый взгляд. Просто они здесь очень незаметно стоят. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И это еще не все. И это еще не все. Ну что ж, давайте попробуем пробраться через черный ход. А здесь, похоже, еще один притаился. Пытался вызвать подмогу, но что-то как-то он опоздал. Все его товарищи. Все его товарищи уже полегли. И здесь можно, отталкиваясь от стен колодца, пробраться в поместье Херата. Который уже полностью объято огнем. И до урезчика можно немножко передохнуть. Пока что мы, как и договаривались, купим 5 единиц навыка. И здесь очень много бандитов. Это место проще всего пробежать по крышам. Но также используя, опять же, леденец Гатиина, можно повырезать этих глупых бандитов достаточно просто. Но, правда, я себе умудрился впалить. И это не есть хорошо. Но, значит, разберемся с ней по старинке. , это видно. Какие? Берется. Хорошо. Встреча с ней Гер�린 А последний ушел, как ни в чем не бывало. И можно здесь немножко обследовать это поместье. Возможно, после этих бандитов здесь кое-что еще осталось. Порошок огнестойкости. Но, похоже, что не так много здесь чего осталось. Самое важное, что здесь можно найти, это божественное конфетти. Оу! Как хитро он спрятался здесь. В уголку. Да, бандиты напали, когда в поместье Хирата практически все самураи отсутствовали. Но, похоже, что все-таки часть самураев защищали это поместье. Но, судя по этим обгоревшим трупам, их было слишком мало. Все разграбили, ничего не оставили. Здесь у нас очень красивый пруд. В котором должны, по идее, плавать карпы. И можно разглядеть самурая NPC. И это единственный NPC в игре, который может помочь в битве с боссом. Но, правда, это не совсем босс. Это мини-босс. Тот самый Бзюдзо, о котором разговаривали бандиты. И он стоит там далеко не один. И в этом, наверное, основная его сложность. Но, учитывая, что здесь очень открытое пространство, есть огромное количество способов, как его завалить. Но, для начала, давайте попробуем разобраться с его охраной. И при этом потратить как можно меньше бутылок. Вау! Так, Бзюдзо не будет стоять, конечно же, на месте. Будет пытаться нас убить. Но он не особо расторопный. Поэтому... Врубаем сначала... лучников. Да уж, неудачно я зашел. И здесь нам как раз поможет наш... NPC. Которому тут же тоже прилетает по мордасам. Но он немного помогает сравнять шансы. И отлично себя врагов. Дидзо, как и у большинства... полубоссов... Тоже две строки жизни. И он как-то неудачно вот застрял там. Очень неудачно. И наш помощник героически погибает. Окей, Дидзо. Давай ты уж как-нибудь вылезешь из этого дерева, что ли. Но, похоже, он не может вылезти из него. Давайте, помогу. Чтобы быстрее его долбить, можно использовать здесь леденец Ако. Когда он делает такой замах, можно его просто перепрыгивать. А вот от захвата лучше уходить в сторону. Все остальные удары, в принципе, у него неплохо парируются. Вообще, можно от него даже убежать. И он, когда вас потеряет, придет на свою исходную позицию, и можно сделать ему смертельный удар. Тем самым, на халяву сняв ему одну полоску жизни. Но я все-таки попробую завалить его в честном бою. Хотя у меня не осталось совсем жизни. Но у меня есть еще одно воскрешение. На него, кстати, действуют петарды. Достаточно неплохо. И лучшим моментом, когда его можно атаковать, это когда он пытается побухать немного. Также он может свои блюотины немного отравить. В чем еще фишка этой игры, это то, что игра вас совсем никак не наказывает за то, что вы полностью теряете всю концентрацию. Это, как мне кажется, очень сильно облегчает игру. Ну что ж, я умер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И после того, как мы очередной раз умерли, появляется некое поветрие. Откуда-то доносится болезненный кашель. Похоже, что кашляет человек, старательно вырезающий статуи Будды, чтобы спастись от пламени, горящего в его душе. Владение этим предметом снижает шансы на получение невидимой помощи. Здесь как раз небольшая информация о том, зачем же он все-таки вырезает Будды. То есть резчик, вырезая этих Буд, похоже, старается как-то отлечься и спастись от пламени, горящим в его душе. Поветрие. Испуганная женщина. Откуда-то доносится болезненный кашель. Похоже, что кашляет старая женщина, которая беспокоится о своем дорогом господине. Владение этим предметом снижает шансы на получение невидимой помощи. Драконья Поветрия. Чем чаще умирает тот, в ком есть наследие дракона, тем больше по миру распространяется болезнь под названием Драконья Поветрия. Кашель и хрип, доносящиеся отовсюду, дают понять, что один из знакомых волков заболел Драконьим Поветрием. Чем больше больных Поветрием, тем ниже шанс получить невидимую помощь. Драконья Поветрием. Это не так. Я не знаю, что ты не спрашиваешь. И я, как ты, когда ты уничтожил боль. Что ты? Я не думаю, что ты не уйдешь. Я не думаю, что ты не можешь. Дракония поветрия. Болезнь, которая может убить. Но, как ни странно, нашему резчику это не грозит. И он говорит, что он не вполне обычный человек. Кто же ты, мать твою, такой резчик? Дракония. И похоже, что наш дар, возрождение. Дракония является для всех остальным проклятием. Чем больше мы используем этот дар, тем больше начинают болеть другие. И если отдохнуть у идола, то Эмма переместится в храм к резчику. И их можно подслушать через дыру в стене. Эмма переместится в храм к резчику. Эмма переместится в храм к резчику. И из этого подслушанного диалога можно узнать, что настоящее имя резчика, как ни странно, Арангутан. Эмма переместится в храм к резчику. 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 И нам нужно достать образец крови еще одного больного. И на самом деле не сложно догадаться, кто у нас еще больной. Нам нужно найти некую кашляющую старую женщину, которая беспокоится о своем дорогом господине. И это та самая женщина, которая передала нам колокольчик Кура. Эмма переместится в храм к резчику. Эмма переместится в храм к резчику. И кажется, меня кто-то заметил. Давай уже быстрее, старуха, отдай мне свой образец крови. Образец крови больного драконьим поветрием. Содержит кровь, пораженную скверной. С его помощью Эмма может создать лекарство от поветрия. Так, и чтобы здесь больше никого не подставлять, варим отсюда по-быстрому. Помоляясь со статуэткой Гудды в траве. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И давайте немножко потянем время, помедитировав возле идолорезчика. Продолжение следует... 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 Сакэ Асина. Бутыль сакэ из земель Асина, которую дала вам Эмма. Сакэ нужно пить в компании. В нем нет воды из первоисточника, но все равно оно сделано на чистейшей воде. И его очень любят жители Асина. И как вы уже могли заметить, много где фигурирует вода из первоисточника. Нам известно, это то, что жители Асина поклонялись этой воде и считается, что она благословлена богами. Можно попытаться этот напиток отдать ей. Но она не станет его пить и предложит угостить резчика. В игре есть несколько типов алкоголя и он нужен для того, чтобы добывать из NPC лоровую информацию. В игре есть много, сколько для этого. В игре есть немного данный. Умасок на границу, может ты собственно стать чем-нибудь? Сми-еля... Это ж там, вся Эма предоставь, помнится. Эма дна, что это? Доген. Он был богатый офис был, и... Караクリにも明るい Нет, караクリ баку на息 Черт, фуざけたやつだが Ваши恩人よ Ааа, о前さんの恩人でもあるぞ Какой же? Удет овшинат васяに Догенが作ってくれた Имаа, о前さんの左腕にある Сои00у на Модного, molto Матомуに動かす修練じゃといって на Я не знаю, что вы не думали, что это не то, что это было. Я так делаю, что вы так делаете, как он назвал, что он назвал, что выраженный. Я называю, что выраженщи, а это Доген Неожиданин. Неожиданин. И речи к нам рассказывают не так много новой информации. То, что этот протез изобрел Доган для речика, это мы могли в принципе и так догадаться. То, что Доган был великим изобретателем, это мы тоже знали. Единственное, что новое мы могли узнать, это то, что Доган был отцом Эммы. Но был ли он родным отцом Эммы, это нам еще предстоит узнать. Ну а мы продолжаем штурмовать поместье Хирата.